Музыка Прошедшая неделя началась с судов над активистами митингов 16 и 21 сентября. Суд вынес свое решение по делам Вали Ахмеда Бодреддинова, Рамиля Хасимеддинова, назначена дата суда Зульфии Гайсиной. В общем-то машина судебных решений была запущена на полную катушку. Я присутствовал на суде Вали Ахмеда Миниахмедовича. Суд, конечно, в большей степени напоминал некое постановочное действие. Особенно позабавило роль полиции, которая представляла там обвинения и свидетельствовала о тех злодеяниях, которые эти активисты совершили в процессе митингов. Надо отметить, что полиция была крайне не готова к выступлению в суде, чтобы каким-то образом обоснованно доказывать те претензии, которые выдвинуты против активистов и участников митинга. Все было достаточно жалко, выглядело это все смешно. Полицейский, зная, в общем-то, и будучи человеком опытным в процессуальных моментах, зная о том, что нужно представить письменное объяснение, в суде прибыл туда без каких-либо бумаг, ручки у него не было. Но судья проявила фантастическую лояльность к подобной неготовности стороны обвинения, выдала полицейскому бумагу, ручку, посадила прямо в зале суда и в присутствии всех участников процесса позволила ему написать там какое-то объяснение. После этого он стал сбивчиво и туманно что-то рассказывать, как он шел мимо, он видел собрание людей и так далее. В общем, выглядело это, конечно, смешно. Но основным, что я для себя вынес из этого суда, это то, что решение суда было уже готово до того, как суд начался. Было, видимо, кулуарно решено, кто и что получит в итоге этих судебных разбирательств. Пенсионер Бодридинов получил практически максимальное возможное наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей. Рамиль Кисамединов получил почему-то на 3 тысячи меньше, видимо, потому что меньше выступал в суде. Я не знаю, какова логика судьи. Судья у них был один и тот же, госпожа Шафикова. Но вот такое решение суда и такой максимально жесткий подход к этим вопросам, конечно, иллюстрирует то, что судебная и полицейская машины в данном случае работали сообща. Практически не воспринимались никакие доводы о сомнительности действий администрации города и республики в отношении этого массового предприятия. И суд, по сути, прошел формально. Тем не менее, судя по тому, что впоследствии активисты башкирских движений начали сбор денег и постараются компенсировать вот эти затраты тем, кто был оштрафован, поэтому судя можно говорить о том, что данные действия суда и репрессивной машины в конечном итоге возымеют обратное действие. Потому что сообщество еще больше сплотится. На фоне совместной деятельности по сбору этих денег появится некое единство этих людей. И, соответственно, конечно, действия суда рискомого результата не достигнут. Ну, я думаю, что на следующей неделе еще будет суд над Зофией Гайсиной, за которой тут у нас по ночам охотились сотрудники полиции. Как будто бы речь идет о каком-то ужасном уголовном преступлении. Между тем, речь идет об административном правонарушении, которое вовсе не должно было караться столь серьезными методами, как погони по городу, попытка заблокировать человека в автомобиле, принудить его к какой-то явке в полицию. Достаточно было на самом деле выписать повестку и вызвать человека на беседу в полицию. Тем не менее, были предприняты подобного рода устрашающие меры, когда человека ловят, задерживают и так далее. Все это на самом деле есть комплекс достаточно необдуманных действий, которые в конечном итоге, скорее всего, приведут к усугублению ситуации вокруг башкирского языка и вокруг конфликта между башкирским сообществом и администрацией республики. На прошедшей неделе появились подробности уголовного дела в отношении руководителя управления капитального строительства города Уфы Марата Гореева. Первоначально он обвинялся и задерживался по факту незаконного использования прослушивающей техники. На самом деле, конечно, мне было очень забавно услышать такую новость, что достаточно высокопоставленный чиновник у финской мэрии, задействованный в сфере строительства и коммунального хозяйства попадает в поле зрения силовиков по поводу какой-то на самом деле достаточно примитивной претензии, каких-то микрофонов, каких-то прослушек. Это, в общем-то, ну как-то не вяжется немножко с его должностью. Но, как выяснилось на этой неделе, обвинение уже переквалифицировано. 138-я статья, часть 1-я по использованию вот этой самой незаконной прослушки, в общем-то, отошла на второй план. И на первый план выходит 286-я статья, часть 3-я. Это злоупотребление должностными полномочиями, что на самом деле более свойственно для этой фигуры и, прямо скажем, лежит в поле логики обвинения. Непосредственно господину Горееву меняется в вину нарушение на сумму 1,6 миллиарда рублей, совершенных в области манипуляции государственными финансами при расселении ветхого жилья. Та самая тема, которая старательно была, в общем-то, погашена и утихомирена в недавнем прошлом, когда вот этот пресловутый потерянный миллиард, который уже превратился в 1,6 миллиарда, пытались вытащить на поверхности. Судя по всему, теперь эта история будет иметь продолжение. И для меня загадка не то, что чиновники городской мэрии таким образом распорядились вот этими гигантскими деньгами, а загадка то, каким образом господин Гилелов умудряется оставаться в стороне от всех этих чудовищных скандалов, которые все ближе и ближе находятся к его кабинету. То есть численность высокопоставленных чиновников Уфимской мэрии, подвергнутых какому-либо юридическому воздействию со стороны правоохранителей, от условных сроков в случае с господином Хасановым до продолжающихся разбирательств с господином Филипповым, это количество уже перевалило все разумные пределы. Складывается ощущение такое, что в Уфимской мэрии практически все высокопоставленные чиновники – это люди, занимающиеся криминальным промыслом, и только один Гилелов у нас светится все ярче и ярче в этом мраке, является абсолютно непричастным ни к одному из процессов, которые происходят в городе, и напрашивается логичный вопрос – как же так? Мэр города не причастен ни к одному из серьезных процессов, которые, в общем-то, поясняются впоследствии, все носят криминальный характер. Это расселение ветхого жилья, это выделение строительных площадок, это манипуляция со статусами земель и так далее, и так далее. Но у Уфа у нас ни при чем. Чудеса. Я думаю, что в скором времени эта загадка будет разрешена, и, я думаю, только решительные действия правоохранителей, которые, в общем-то, наверное, в состоянии добиться от многочисленных подсудимых и обвиняемых чиновников мэрии, и разъяснение этой загадки. Таким образом, Гирик Ишмухаммедович Елавов остается в стороне от всех криминальных процессов, которыми многоднена Уфимская мэрия. На прошедшей во вторник в мэрии оперативки, которая проходит регулярно, неожиданно была поднята тема уборки снега. В Уфе, слава богу, все еще не выпал первый снег, но тема уборки снега ближайшей зимой уже начала обсуждаться и депутатами Горсовета, и ситименеджером города Ериком Елавовым. Были сделаны упреждающие заявления о том, что у города очень ограничены возможности по уборке снега, что город у нас весь распределен между ответственными организациями, арендующими помещения, обязаны они убирать и так далее, и так далее. Но самое главное, что прозвучало в этой части оперативки, это то, что обещанные Хамитовым то ли 200, то ли 100 единиц техники, которые должны были приобретаться для нужд мэрии, так и не куплены, и куплены не будут. Мы подзабыли, что ранней весной, когда еще коллапс со снегом был свеж в памяти у горожан, Рустам Хамитов сделал заявление о том, что бюджет республики поможет городу выделить дополнительные средства, и они уже найдены, кстати говоря, так прозвучало это, на покупку новой снегоуборочной техники. Наша странная мэрия озвучила цифры о том, что в городе 488 единиц снегоуборочной техники, этого очень мало, а нужно 1210. Откуда взялись эти цифры, уже бурно обсуждалось, и, в общем-то, никто из спикеров и акторов этого вопроса не нашел логичного объяснения вот этой цифре в 1200. Я думаю, что все это взято с потолка, и это попытка подготовить жителей Уфы к тому, что следующей зимой раздолбайство со снегом и воровство бюджетных денег у Уфимской мэрии продолжится, и, скорее всего, усилится. Но при этом они всего лишь вынесли такой урок, что нужно заранее об этом поговорить, подготовить всех к тому, что мы ни в чем не виноваты, и кто не спрятался, тот виноват сам. Это печально, потому что вместо правильных выводов о целесообразности взяться за ум и начать работать в иммунальной сфере в городе, они предпринимают усилия только для того, чтобы себя выгородить и оставить себя невиноватым. На минувшей неделе в Уфе случилось чудо. Город явился под забытый всеми уже православный олигарх и претендент на пост главы республики в прошлом господин Геремиенко. Причем явился он, в общем-то, не частным порядком, а непосредственно сразу же в мэрию. Он поучаствовал в заседании, сделал громкие заявления о том, что он, в общем-то, явился сюда не просто так, а спасителем своей малой родины и намерен достроить соборную мечеть Аль-Рахим. Он параллельно достраивая еще какой-то православный храм, отверг все вопросы по поводу некоторой нелогичности его участия в строительстве исламского сооружения и заявил, что ему все равно какую церковь строить. Сам по себе факт подобного явления, он, конечно, очень странный. Он тех, кто помнит, кто такой Геремиенко и помнит обстоятельства его здесь пребывания и событий, связанных с выборами президента тогда еще в республике Амуртаза Рахимова, все эти люди в достаточной степени были удивлены появлением этого гостя из прошлого и сейчас ломают голову над тем, что бы это значило. Я полагаю, что речь, конечно, не идет о внезапном порыве господина Геремиенко в желании помочь запутавшимся строителям мечети. Я думаю, что здесь идет какая-то сложная игра по поводу репозиционирования Елалова как уже не просто сити-менеджера, а человека с огромными ресурсами в Москве и Подмосковье, человека, способного занять более значимый пост в республике. Я уже много раз говорил о том, что не дай бог, конечно, это случится, но вот эти попытки становятся уже регулярными. И вот этот выход за рамки городских полномочий и проблем с привлечением приезжих артистов в виде Геремиенко и прочих, это, конечно, настораживает. Мы будем наблюдать дальше, каким образом господин Геремиенко нам тут будет строить мечети и храмы, и посмотрим, что из этого выйдет. Безусловно, центральной темой обсуждения во всех кругах башкирского общества прошлой недели была тема отставки Хамитова на фоне многочисленных и продолжающихся отставок глав регионов Российской Федерации. Любопытно то, что вот это ожидание, оно превратилось уже в какую-то легкую истерику, потому что люди зачастую далекие от политики, зачастую далекие от какого-то прогнозирования и ожидания подобных событий включились в этот процесс. Огромное количество людей с злорадным восторгом ждет, приближает и всячески увещевает небеса о том, чтобы Рустам Хамитов покинул нас на этой неделе и хотя бы на следующей. Вот сам по себе факт такого ожидания, такой истерики и такого восторга, он, конечно, печальный факт. Он иллюстрирует истинное отношение к главе республики у населения, не только у политологов и людей, возовлеченных в эти все вещи, но и абсолютно посторонних, абсолютно далеких от политики людей. Как только прозвучала какая-то там новость о том, что, возможно, Хамитов идет в отставку, в ответ это вызвало бурный восторг. Ну, особо горячие головы уже вчера открывали бутылки, масса сообщений о том, что какие-то загадочные федералы сообщили уже о том, что решение принято и подписано. Лично я склонен здесь быть осторожным и спокойным. Надо дождаться официального объявления об этом событии, если оно вообще произойдет до марта 2018 года. Все-таки я полагаю, что Рустам Хамитов, наверное, останется на своем посту, хотя искренне разделяю вот эти злорадные восторги, которые со всех сторон начнут сыпаться по поводу его возможной отставки сейчас, сегодня или послезавтра. Нам остается только ждать и, в общем-то, наверное, надеяться на лучшее. В конце прошедшей недели случилось необычайное событие, которого, в общем-то, даже я, наверное, не ожидал, что такое может быть в нашей республике. Началось все с незначительного факта. Известный всемирная и в Башкирии боксер Хабир Сулейманов решил встретиться со своими друзьями и поклонниками в одном из заведений города Уфы, а именно в кофейне Чатхаус в понедельник в 7 часов вечера, о чем, собственно, было размещено объявление в интернете. Встреча не носит никакой характер политического или какого-то другого, это просто встреча известного человека со своими поклонниками. К моему великому удивлению, факт этот вызвал немедленную реакцию со стороны, по всей видимости, Министерства культуры, потому что в администрацию кафе позвонила женщина, невнятно представившись, и стала убеждать владельцев кафе отменить эту встречу. Ну, надо отдать должное, владельцы кафе, в общем-то, не имеют никакого отношения к этому мероприятию. Мероприятие носит открытый характер, это просто встреча в кафе. Они высказали свое недоумение, удивление, в общем-то, отказались препятствовать этой встрече. Важен сам факт того, что даже малейшая попытка какой-то, там, не знаю, социальной и общественной активности со стороны людей, неугодных нашим ведомствам и властям Башкирии, вызывает немедленную реакцию. Более того, через некоторое время поступил звонок в кафе, в эту кофейню, и было сделано невнятное предложение выкупить помещение на понедельник. Ну, в общем-то, конечно, это смешно, это жалко выглядит, это глупо, и я надеюсь, что встреча с Хабиром в понедельник пройдет успешно, что все желающие пообщаются с этим известным спортсменом, зададут ему вопросы, ну, по крайней мере, пообщаются и поймут, что это для себя. И надеюсь, что Министерство культуры прекратит подобные попытки и впредь не будет воздействовать на ни в чем неповинных владельцев частных заведений с целью прекратить неприятные для себя события.